Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 7 класс, автора Мезляк Полонский и Кир под номером 460. Нас просят упростить выражение, используя вынесение общего множителя за скобки. Итак, под номером 1. У нас с вами разность произведений, и мы видим с вами общий множитель. Это будет АВ. Выносим. В скобках остается разность трехчленов. Первый трехчлен переписываем. А квадрат плюс АВ и плюс В квадрат. Как мы вычитаем второй трехчлен? Мы минус не пишем, скобки не пишем, а все знаки в скобках меняем на противоположные. Будет минус А квадрат плюс АВ и минус В квадрат. Ну и теперь осталось привести подобные члены в скобках. Множитель АВ переписываем. А теперь смотрим. А квадрат минус А квадрат. Это подобные одночлены. У них коэффициенты 1 и минус 1. Их сумма равна нулю. Поэтому эти одночлены взаимно уничтожаются. Плюс В квадрат и минус В квадрат. Это одночлены с одинаковой буквенной частью В квадрат. Коэффициенты у них плюс 1 и минус 1. Когда мы сложим коэффициенты, мы получим 0. Поэтому 0 умножить на В квадрат это 0. Поэтому эти одночлены взаимно уничтожаются. И остается у нас АВ плюс АВ. Коэффициенты перед ними плюс 1. 1 плюс 1 это 2. Получаем 2АВ. Так, умножить на 2АВ. Ну, теперь облагородим. Или запишем этот одночлен в стандартном виде. На первое место напишем коэффициент 2. А умножить на А. Это будет А в квадрате. АВ умножить на В. В квадрате. Под номером 2. Итак, у нас выражение, в котором есть и сумма, и разность, но произведений. Итак, А плюс В умноженное на А плюс 1. Минус А плюс В умноженное на 1 минус В. И плюс В плюс А умноженное на В минус А. И вот почему советуют всегда записывать слагаемые в алфавитном порядке. Потому что, если мы не обратим на это внимание, то мы можем не увидеть общий множитель. У нас в третьем произведении написано В плюс А. Переставлены местами слагаемые. Мы знаем, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Поэтому В плюс А можно спокойно записать как А минус В. И обычно так и записывают. Поэтому подчеркиваем общий множитель. И выносим его за скобки. А плюс В. То, что не подчеркнуто, остается у нас в скобках. А плюс 1. А вот перед вторым произведением стоял знак минус. Поэтому, чтобы раскрыть скобки, нам нужно все знаки в скобках поменять на противоположные. Было плюс 1, пишем минус 1. Было минус В, ставим плюс В. А вот перед третьим произведением стоял знак плюс. Поэтому просто опускаем скобки. Будет плюс В и минус А. А плюс В переписываем. Ну и теперь упростим выражение во вторых скобках. А и минус А. Подобные одночлены. Коэффициенты у них 1 и минус 1. Их сумма равна нулю. Поэтому эти одночлены, их сумма будет ноль. Они взаимно уничтожаются. 1 и минус 1 взаимно уничтожаются. Потому что от 1 вычесть 1, это будет ноль. И у нас остается еще плюс В и плюс В. Это будет 2В. Переставим одночлен и двучлен местами. И запишем красиво. 2В умноженное на А плюс В. Все мы упростили выражение, используя вынесение общего множителя за скобки. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.